добрый всем у нас вечер как-то тема на самом деле как мне кажется полезнее было бы начать того какие у вас вопросы потому что у меня как бы особых вопросов нет к этой теме если кому-то что-то хочется конкретное можно обсуждать более конкретно давай смотри вот сейчас нету шифры которые за которые в общем начался весь это грубо говоря балаган шифра слиха за слово балаган значит там была бурная переписка в чате который эта группа которая связана с изучением тогда таки души который временно сейчас закончился именно группа существует а именно но я срезюмирую просто в одну как бы фразу шифра подняла такой вопрос что насколько легитимное изучение она говорил конкретные вещи про трактатки души но скажем про трактаты кедушин да связаны темы которые связаны с тем что в ее глазах в глазах большинства они не только нерелевантны что обычно говорят это нерелевантно а они в ее глазах они закрепляют аморальные с нашей точки зрения положение например трактат кедушин который начинается со слов женщина приобретается ну вот одно это ее как бы сводит с ума до шифра слиха сводится вообще что женщина не может приобретаться приобретение женщины это означает как бы то что у нее аннулируется ее основные права она как бы ущемляется ну и приводились дальше примеры и из-за этого вырос как бы общий диалог о том что не являются ли изучение таких тем подобных да не является ли это с нашей страны леги мать и леги мать и зации вот этих положений ну все понятно как бы более-менее я понял вообще вообще есть классический комментарий к этому мишну который надо надо иметь в виду задается вопрос почему формула женщина приобретается не кнет а не мужчина приобретает женщина чтобы она была бы естественно да да она пишет например шифра пишет слиха вот слиха да я бы хотела послушать что народ думает насчет продавать женщину в рабстве не является ли изучение тракта кедушин легитимизации этого явления но это близко тому что я сказал окей хорошо давайте начнем сначала хайшаник нет классический вопрос по моему это бертинура рабе увади бертинура но из бертинура это это италия это основной комментатор мишне задает вопрос почему такая странная формула женщина приобретается и отвечает для того чтобы подлежащим поставить женщин потому что любая попытка приобрести женщина без ее согласия недействительна то есть мужчина может деньгами ну в этой мишне приобретается деньгами означает что мужчина передает женщина значимый предмет который стоит каких-то денег и говорит вот ты обручена со мной так вот если женщина говорит нет то это нет вы можете насильно и вручить вы можете кольцо надеть на палец насильно все это будет недействительно по этому поводу женщина именно приобретается при этом ваканта это от сама дальше там есть еще раз эта форма повторена и она приобретает себя обратите внимание на формулу разводным письмом и смертью мужа дело в том что на самом деле происходит довольно важная вещь что означает когда говорится женщина не кнет то подразумевается что с этого момента женщина становится запрещена всем мужчинам мира то есть именно ее права ограничивается именно в этом смысле она как бы расстается со всех со всем спектром возможности вот до этого события она могла выйти замуж за кого угодно с этого момента она уходит с рынка невест поэтому здесь это приобретение одно не совсем собственно говорит о том о чем мы думаем она не имеется ввиду что она покупается как рабыня рабыня это про другое но кстати коль говорит речь идет о приобретении рабыни то я напоминаю одну мелкую деталь женщину как в рабыне можно купить только пока она маленькая девочка как только она становится взрослым девушкой в физиологическом смысле этого слова девушкой она автоматически либо обретает свободу либо выходит замуж за сына хозяина автомат полный прямой закон торопия и как бы идея состоит ближе к тому чтобы воспитать жену для своего сына внутри дома думаю что это кстати большая редкость такие сделки потому что если честно детей рабов не любили покупать в прошлом о котором я хорошо знаю там нравы античного мира детей рабов покупать никто не любит это невыгодная операция можно я уточню вопрос да мне кажется у шифры вопрос был поставлен в другой плоскости я беру на себя смелость и может быть натан скажет что это неправильно и вы тогда не обращайте на мой вопрос внимание пожалуйста мне кажется у шифры вопрос стоял в том смысле есть современные нормы права гуманистические и есть нормы права которые в торе и несоответствие норм права в сакральном тексте и нашей жизни это и есть тот самый трудный вопрос который стоит перед каждым верующим человеком а вот шифра присоединилась слегка шифра присоединилась она вполне может озвучить ну хорошо да окей давайте я с другой стороны попробую кое-что сказать дело в том что с момента когда начался записывать еврейские тексты устной тары то есть со времен Мишны было постановлено и решено некоторая однозначная вещь что если авторитетные люди о чем-то спорят мы их спор не скрываем а наоборот выставляем на всеобщее обозрение Талмуд весь из себя является записью споров Талмуд даже любой вопрос который у него возникает оформляет не в однозначно догматический ответ а оформляет именно как столкновение чьих-то мнений всегда видев спор это самая естественная форма для Талмуда по этому поводу в Талмуде могут быть какие угодно мнения это нормально и когда-то был вопрос по поводу вот такой некоторый фундаментальный вопрос кого мы учим потому что было сказано следующее что не бойтесь невеж не бойтесь людей которых ничем не учить с ними легко не бойтесь грамотных людей с ними легко мы всегда с ними можем поговорить договориться если мы с чем-то не согласны каждый останется при своем мнении и мы спокойно будем при этом жить как Талмуд регулярно это и делает такое-то считает так например я не могу забыть там первые уроки по Мишне нас старательно пытались учить следующее Дом Шамая говорит сколько денег сколько должен стоить подарок невести Дом Шамая говорит динарий а Дом Гилеля говорит мマ 150 в esse вопрос а правильно как правильно запомните на всю жизнь правильно Дом Шамая говорит динарий а Дом Килеля говорит продолжить мы не спрашиваем кто что говорит мы говорим как правильно отвечаю okay Он говорит так, а Дом Филеля говорит так. Вот это в учеников вбивается, вот как только они приходят в Мишниль годом к 11, в учеников это вбивается, что есть мнение. К ним надо уважать. Чужие мнения. Вы можете, вам могут они нравиться, вам могут они не нравиться. Вы должны понимать, есть такое мнение и такое мнение. Кто из них прав, это незаконная постановка вопроса. Законная постановка совершенно другая. Как нам себя с этим вести? Вот, я пришел делать обручение НИМС. Я должен делать ей подарок равный грошу или подарок равный динаме. О, какой практический вывод? Есть методы, каким из спора выводятся выводы на практику. Каков практический закон? В данном случае, вот в этом случае можно дать подарок ценой в грош. На практике дальше есть традиция, которая ну вот с традицией совершенно смешная история, потому что долгое время считалось правильной традицией серебряное кольцо. Сейчас установлено золотое и во всех общинах Израиля, по-моему, золотое кольцо, но когда-то серебряное было на автоматах. На автомате я знаю только, по-моему, одну общину, где принято это делать квадратным серебряным кольцом. Ну, квадратным на пальце, он круглый внутренний, круглый, а так он квадратный. Вот, так с золотым кольцем. Так сложилось. Обратите внимание, мы не говорим, кто прав в споре Мишны. Мы говорим, какой практически закон. Такая пускалка вопроса. Теперь, надо ли нам это учить? Ответ да. Согласны ли мы с этим? Мы можем быть не согласны 10 тысяч. Проблема очень простая. Существует правило, вот с момента, когда евреи стали записывать книги, было введено правило, которое звучит буквально так. Проклят всяк, всякий, кто исправляет чужие книги. запрещено вносить исправления вне тобой написанные книги. Ты можешь поставить метку на полях. По-моему, здесь ошибка надо так. Пожалуйста. Но это метка на полях. Ты можешь написать комментарий, ты можешь сделать все, что хочешь, но ты не имеешь права вносить исправления в чужие книги. По этому поводу в результате евреи избавились от нескольких вещей, которые и в качестве оборотной монеты приобрели другую. Но в качестве положительных вещей что произошло? Евреи оказались безумно терпимы к чужим мнениям. Просто потому, что всех учат на непрерывных спорах на существовании самых разных мнений. В результате евреи остались без догматики. Вот если догматы там, скажем, христианские были приняты Никейским собором в 4 веке новой эры, то евреи их никогда не приняли. Более так. Мир, можно одно замечание? Я дико извиняюсь. Шифра находится здесь, по-моему, она за рулем. Я сейчас скажу, я еще раз прочитал, что Шифра писал и обсуждение. Вот некоторые, может быть, это будет больше понятно, потому что там вопросов. Вот Шифра пишет, и я с этим могу не согласиться. Когда и народ говорит, типа того, как ты объясняешь, что это изучение, это вся идея в том, что научиться правильно мыслить и так дальше. Она говорит, нет, посмотрите, что происходит в современном мире. В современном мире, пожалуйста, те люди, которые были на еврейской свадьбе традиционной, хупаки, душины и так дальше, они видели, что это имплантация, это воплощение того, что написано в кедушин, и вся процедура не может не оставить ощущение, что женщина имеет второстепенное значение перед мужчиной женихом, который так дальше покупает, он одевает ей кольцо, он читает брачный договор, она совершенно пассивная, ее вывод такой. Вы не говорите, что это академические изучения, почему? Потому что мы видим, что, например, в такой современной стране, как Израиль, люди, которые делают традиционную свадьбу, они воплощают, на практике воплощают, то, что написано кедушин, то есть они закрепляют явное неравенство, ну, не знаю, рабство женщины. Вот, цифра находится. Натан, можно я добавлю, да? Я добавлю, понимаете, дело в том, что еще хуже, понимаете, то есть мы учим вот это все когда-то, да, например, был ИБУМ, вот, ИБУМ оказалось неактуально. Я вмешиваюсь, я знаю, что куча народа почему-то убеждает, что ИБУМ отменен, ИБУМ не отменен, он существует. Пожалуйста, пожалуйста, вот, понимаете, а смысла-то в нем нету, понимаете, потом теперь, вот это вот, как это называется, женщина, которым, которым муж не дал развод и исчез, или когда женщина не имеет права на результаты своего труда, извините, это что? Сейчас все, это не рабство. Мы поняли вопрос, Адам, сейчас Мейер попытается объяснить. Ирэна, давайте я попробую не в одну кубь. Женщины не имеют права. Можно я, можно я взгляну? Это просто неверно, это тяжело. Пускай Мейер объяснит. Это не в ситуации, прямо в Талмуде написано не это, просто надо, это та самая ситуация, когда надо долго учить, чтобы понимать, о чем идет речь. Я пока остановлюсь. Женщина имеет право на продукт своего труда. Точка, вот здесь даже спорить не о чем. Тот, кто из Талмуда вычитывает что-то другое, это человек, который не доучился. Не доучился, не понял закон, не разобрался в законе. С самого начала я говорю, мужчина и женщина в браке, в современном браке, я имею в виду, где женщина работает, у мужчины работают, у них финансовые обязательства и финансовые права абсолютно одинаковы. Вот. В этом месте я могу поставить точку, и поверьте мне, это закон Талмуда, то, что я сейчас разложил. Это прямой закон Талмуда, то, что я сказал. Это даже не современность. То есть это титрама не так решает, да? И справить закон Талмуда, это закон Талмуда, то, что я сейчас говорю. Я могу вам продемонстрировать, как он выводится, просто его не оттуда выведет, просто надо знать намного больше, чем принято знать по этому поводу, чтобы знать, что вывод именно такой заходит. Просто надо знать, что читать, потому что там очень много, в основном в Талмуде обсуждаются отношения между мужчиной и женщиной, где женщина домохозяйка, а мужчина работает и целиком ее содержит. Это основное, что обсуждается. Но в наше время большинство семей устроено по-другому. И ситуации, где женщина да работает и да зарабатывает, и мужчина работает и зарабатывает, обсуждается на других страницах Талмуда просто. Оно есть. Просто люди из-за того, что большая часть посвящена актуальным на те времена ситуациям, где женщина ведет хозяйство, а мужчина работает, зарабатывает деньги, то они думают, что это и есть основной закон. Но и тогда были ситуации, когда женщины работали, и они тоже обсуждаются. Это отдельная тема. Просто по объему она маленькая. В Талмуде, но закон выводится именно такой, какой я сейчас сказал. Вот по поводу вывода закона. Он что-то нарухе такое он. Он всюду так. Здесь даже обсуждать. Люба хотела задать вопрос. Мы можем сейчас... Минуточку. Давайте я хочу... Подождите, можно я кончу предисловие? Нет проблем, нет проблем. Слиха, слиха, слиха. Вот обратная сторона медали, обратная сторона медали состоит в том, что корпус, который изучают все, кто собирается изучать иудаизм, не пытается идти в ногу со временем. Мы не пытаемся меняться в соответствии с текущей модой. И правильно делаем... И вот тут вопрос, правильно мы делаем или нет. Или мы должны подражать, ну, Легавде, католической церкви, которая пытается каждый раз изгибаться в ногу со временем, либо мы говорим, что мы не хотим изменять наш корпус и не собираемся следовать моде. Точнее, мы всегда хотим отставать сильно от этого. Это желание всеобщее. Мы не хотим... По одной простой причине. Если вы вычеркнете в соответствии с текущей модой и прекратите изучать, то мода сменится, а вы не знаете, как мы теперь изменяемся. Вы уйдете от истока. Вот это некоторая фиксация, что мы можем на практике делать одно, но при этом фиксация того, что было в прошлом, чтобы знать, как это возможно и что мы меняем, каждый раз надо четко понимать, что мы меняем. И хорошо видно, да, бывают ситуации, когда мы меняем и совершенно резко. например, ни один раввин в мире сегодня не примет к рассмотрению дела о наследстве, если мальчики не напишут соглашение, что их сестры участвуют в наследство наравне с ними. Они потребуют эту расписку изначально. Да, по закону Торы, по закону Талмуда, девочка, девушка, извините, женщина, наследует только приданное. Она, часть наследства приданное должно быть выделено постановлением, ну, очень древним постановлением. Есть правила расчета приданных, приданном наследстве. Сегодня, где-то век из 19-го уже, ни один раввин не примет просто к рассмотрению вопрос о наследстве, если он не получит предварительно расписку о том, что сестры наследуют наравне с братьями. По какой причине? Все по той же. Не потому, что женщина выше или меньше, а потому, что женщина уйдет в другой род, она не будет продолжать семейного дела, и и поэтому как бы разумно исключать женщину из правонаследования. Выглядело это разумно, когда вся экономика семьи строилась вокруг некоторого семейного предприятия, в том числе земельных наделов, например, сельского хозяйства. Это было разумно. Сегодня вокруг семейного предприятия практически экономики нету уже. Поэтому это все потеряло смысл. Так как это выглядит несправедливо, то это исправление внесено. Но мы не знаем, что день грядущий нам готовит. По этому поводу фиксировать закон, как он есть. Для того, чтобы каждое следующее поколение могло сравнить с тем, что было и с тем, что сейчас. и понять, хочет она сохранять то, что предыдущее поколение решило, или не хочет уже, и считает, что мода опять поменялась. Это нужно все сохранять. Отношение к женщине, к жене, как к рабыне. Вы меня извините, я не знаю в еврейских домах, где есть такое отношение к женщине. Может быть, есть. Мне не довелось с ними познакомиться. Никто так не относится. Есть некоторые простые реалии семейной жизни. Вот давайте какой-нибудь пример, который на меня произвел серьезное впечатление. Это замечание профессора Гринца по поводу книги Мишлея, книги Притч. Да, библейский закон устанавливает многоженство. Да, многоженство разрешено. Читайте книгу Притч, а это народная мудрость, книга народной мудрости, и вы обнаружите, что книга явно исходит из твердой моногамии. То есть мы видим, что то, что написано в законе, то, что на практике, это раз. Есть практика. То, что есть обычай, женщина, на женщину надевают кольцо, и вот ты посвящена мне, произносят мужчины. все понимают, что женщина не занимает низкого положения вдоль. Все это знают. На практике вы прекрасно знаете, что в еврейских домах женщины регулярно заправляют. Более того, я хочу открыть страшную тарь. зная, что такое Восток. Во многих у европейцев регулярно очень странное представление о положении женщины в восточной семье. За закрытыми дверями домом регулярно правят женщины. Есть простое доказательство, и оно вам должно быть известно. женщины в роли премьер-министров и глав стран вообще-то появились, казалось бы, в самых странах, где женщины занимают на европейский взгляд люди, которые не знают эту внутреннюю кухню. В тех странах, где этого не должно быть. Первая, по-моему, была в Пакистане. Следующая была в Индии. Следующая была, я забыл, но именно восток женщин выдвигал в роль глав стран. первая женщина европейская это спустя лет пятьдесят после того, как на востоке это уже происходило. Вот это надо понимать. Поэтому попытку утверждать, что мы должны озаботиться идеологией и попытаться как-нибудь семейные, как-нибудь обычаи брачные исправить исправить, не вижу, считаю, что это неправильно. Все на практике знают, что устроен мир не так. Все мальчики и все девочки, они выросли в еврейских семьях и отлично знают, какое положение в семье занимает женщина, жена и мать. И я как-то не видел отношения к жене и к матери как к униженному существу, ограниченному в правах. Я такого не... Нет, конечно, бывает все. Вот поверьте, все бывает. Бывают семьи, где не дай бог муж бьет жену, такое тоже бывает. Кстати, я знаю одну семью, где жена бьет мужа. Тоже бывает. Но я говорю про среднестатистическую норму. Более-менее все более-менее понимают свои роли в семье. Роли, роды. И я специально не знаю. Поэтому бояться, что вот кто-то взглянет, так происходят свадьбы и поймет, что женщина рабыня, с чего вдруг? воспитание это не то, что увидел на свадьбе. Воспитание это то, что увидел в семье. Вот весь мой педагогический опыт, мой, моих родителей гласит, что воспитывает семья. и не школа, не свадьба, а семья. Как в семье, так будет тянуться дальше. По этому поводу бояться, что обычай подаст дурной пример, по-моему, зря. По-моему, напрасно. Кстати, в Ишкинадских куча семей я видел, что мужчины тоже носят кольца обручальные. У меня, кстати, где-то дома, по-моему, валяется. Мое обручальное кольцо. Ну да, бывает. Ну и что? Можно люди хотели задать вопросы, Люба, во всяком случае. Люба, пожалуйста. Кто хочет задать вопросы, чтобы не было балагана, поднимайте руки, тогда будет больше порядка. Люба, мы слушаем, если вопрос остался. Люба? Люба, раз. Люба, два. Слышно? Меня слышно? Да, слышно? Отлично. Вот. У меня не то чтобы вопрос, а методологическое прояснение. Дело в том, что все, что говорит Мейер, очень интересно. Но дело в том, что урок Ури Гершовича, который сейчас читает трактатки души, надо этого читал трактат бракхот, он не имеет ни малейшего отношения к правилам поведения еврейской традиции, то есть Галахе. Он не про это. Он посвящен тому, что Ури объясняет нам, как он понимает, что нужно понимать ход мысли талмудических авторов, который сложился в определенных веках и так далее. Его сейчас нет, и я как бы говорю о своем понимании. Но Ури много раз говорил о том, что он не отвечает за Галаху, не отвечает на галахические вопросы. Это вообще не тема этого занятия. Очень интересно на других бесконечных занятиях в бесконечном количестве изучать правила еврейского традиционного поведения сегодня, их взаимоотношения с древними правилами, как одно переходит в другое. Это очень интересные темы, но они не имеют отношения к тому занятию, о котором мы говорим. Люба, ты права, но мы использовали. Амуду всегда говорю, что я не выхожу на галаху. Более того, я многократно писал примечания к разным трактатам Талмуда и всегда где-то обязательно говорил, что речь не идет о том, как нужно себя вести, кроме выпиющих случаев, где человек может решить, что так надо вести, тогда я в скобках ставлю в галахе мнение другое. Галаха установлена по другому мнению. Есть специальные занятия и уроки, которые показывают, как выводится закон из того, что написано в Талмуде. Для этого я могу, если хотите, я готов вам показать некоторый простой механизм, который, может быть, полезен будет. секунду только вот мой минимальный ответ, Люба, совершенно правильно говоришь, но, честно говоря, мы, или, можно сказать, я, или, можно сказать, мы, использовали вот начало этой дискуссии, которая, может быть, действительно нерелевантна в группе изучения трактата Кедушин под руководством Урия Гершовича, да, там это нерелевантно, но мы использовали это в отрыве от того конкретного занятия, для того, чтобы обсуждать некоторые общие вопросы. Окей, ты абсолютно права, но мы использовали это как триггер, вот и все. Хорошо, если это не имеет отношения к тому конкретному уроку по трактату Кедушин Урия Гершовича, то у меня никаких больше замечаний нет. Да, Все остальное, думать об этом и слушать Мира очень интересно. Окей, да, да, 100%. Я специально вам показываю лист Алмуда, я взял первый попавшийся, вот честно говоря, я не стал смотреть какой, я взял первый попавшийся. Это трактат Бавакама, и в данном случае рассматриваются законные ущерба, нанесенные имуществом одного имущества другого. Например, бык забодал корову, как и что платить. Обсуждать можно длинно этот лист, что написано на этом листе, но вот здесь на этом листе, вот здесь, вот оно, я выделяю специально, называется вот этот вот столбец, он есть во всех издания Талмуда, называется Айн Мишпат Нар Митсва, отсылки к закону и святение к заповедям. Вот здесь стоят ссылки, что идет на Галахуй, в каком виде, здесь стоят ссылки на кодекс Маймонида, на Яд Хазака, из кодекс на Раби, из ссылки на Шуканарух, кодекса Раби Йосифа Харо. Вот здесь проставлены ссылки, чтобы для тех, кто хочет посмотреть, какой практический закон из этого следует. И это во всех изданиях Талмуда, во всех томах Талмуда есть вот такая штука, для того, чтобы изучить, для тех, кто хочет изучить, как выглядит практический закон. Не сомневаюсь, что Ури, когда преподает, никогда отсылки к этому месту не делает, потому что это отдельное изучение, и, скажем, если бы мы учились в Ешине, изучение вот с этим столбцом сильно бы отличалось от изучения Талмуда. Это по-другому совершенно делается, поверьте мне, по-другому проходят уроки, по-другому проходят изучения, и это отдельный стиль, и, честное слово, вот публичный урок вести прямо в Шульхана Рух, как это отражается в законе, а оттуда на практический закон, это отдельное мероприятие, совершенно не похожее на то, что Ури делает на вашем уроке. Это сложнее, и это, еще раз, в Ешине это отдельный курс, отдельное занятие, не связанное с прямым изучением Талмуда. Вот я сразу, я полностью согласен с Любой в то, что она сейчас сказала, это именно так, и происходит именно такая практика в этой истории. Это по-другому изучается, что мы делаем с этим. Окей. Вот. Шифры, есть еще вопрос, есть вопрос по тому, что мы сейчас прошли, по тому, что мы сейчас говорили? Ну, во-первых, я хочу сказать, что когда мы это все изучаем, это все равно, как если бы мы изучали законы, например, я не знаю, Корана про то, как надо убивать неверных, и говорили, не, не, мы просто так изучаем, мы просто изучаем логику. Ну, понятно, что когда мы изучаем логику, то мы так и делаем. Понимаете? Потому что, конечно, мужчинам кажется, что все хорошо. Знаете, есть такой Раф Бриск. Он сказал, женщинам трудно, девочкам трудно преподавать Талмуд, Тору, потому что, например, они говорят, что закон про Агуно, это лёфер, он говорит. Понимаете, то есть у него, у мужчин, в голове не замыкает, что Агуно, это лёфер, что женщины голосуют ногами, что женщины оставляют яду. Подождите минуточку. Закон про Агуно, это лёфер, я полностью согласен, ничего сделать не могу. Я разве спорю. Значит, закон про Ебум, от того, что Рабанут Израиля с чего-то вдруг ему втемяшилось, и он потребовал, чтобы делали только халица, это проблема, по-моему, Рабанута Израиля, а не наша. По крайней мере, еменская община, марокканская община, египетская община считают, что вообще митсвы ебума, а не халица. Ашкинаская община, да, всегда считала, что митсвы халица, а не ебум. Это ашкинарская община, представление об устройстве мира. Что является лучше при выборе ебума или халица, вообще, это спор общин очень старый. Я не согласен с решением Рабанута Израиля, который объявил, что митсвы халица. Я не согласен. При этом вопрос делается, ебума или халица всегда оставался на усмотрении жениха и невесты, в смысле, тот, перед кем упала эта ситуация. Отказ любого из них от ебума считался полноценным отказом. И делалось халица. То есть, для того, чтобы сделать ебум, нужно было обоюдное согласие только так. Если женщина категорически против ебума, то ей никто не сделает ни в одной общине мира. Вопрос, в чем будут убеждать. В ашкинадских общинах, если девушка, вдова и брат покойного упрутся и скажут, что они хотят ебум, их будут уговаривать этого не делать. Просто уговаривать. Если они упрутся, сделают ебум. Я просто знаю, я, понимаете, респонсы читал, поэтому повдор-равинский запрос. В египетской общине, скажем, и в еменской общине, ежели одна сторона говорит, что хочет халица, то будут уговаривать сделать ебум. Ебум был, да, нужен. Вы все время забываете одну очень простую, одну очень важную сторону брака. Особенно в браке, где женщина домохозяйка. И здесь это очень важная сторона в браке. В браке, кроме любви, которая проходит, иногда сохраняется некоторым чудесным образом. Счастливых браков, я знаю, великое множество. браке есть всегда вторая сторона, и эта сторона экономическая. И она намного сильнее, на самом деле, личных отношений мужей и жены. Еврейский закон очень нервно относится к экономической стороне развода, брака и подобных вещей. Традиционно очень нервно. еврейский закон очень нервно относится к тому, что женщина в случае прекращения брака останется ни с чем. Никто, никому не нравится категорически всем раввинам еще со времен Талмуда не нравится идея, что женщина вынуждена будет добираться. Всплоть до того, что если остались сироты малолетние и некому о них беспокоиться, какие-то деньги есть, но не на всех, то эти деньги отдаются девочкам, потому что мальчики могут побираться у дверей, а девочек мы категорически против того, чтобы девочки ходили от двери к двери. Мы просто категорически против этого. Мы прекрасно знаем, к чему это ведет. По этому поводу экономическая сторона, которую вы в Памуде регулярно читаете, все время помните про вот эту сторону вопроса. Экономическая сторона. Все очень нервно относятся именно к экономической стране вопроса. Поэтому, когда в Израиле лет 15 назад пытались убедить, что многолетняя содержантка мужа имеет право на наследство больше, чем жена, от которой он ушел, но развода ей не дал, то Рабанут сказал «мы против» и категорически отказал этот закон, пытались протащить. Его один раз прецедентным образом протащил такое решение Верховный суд. Рабанут сказал, что он плевать хотел на решение Верховного суда в этом вопросе. Это незаконное решение. Кстати, оно было незаконным. Верховный суд не имел права понимать это решение. И никто больше не обращает внимания на эти законы. потому что вы только что лишили женщину жену на ее обеспечение в старости. С этого момента мы просто прекращаем любое обсуждение. Женщину нельзя лишать ее достатка. И вокруг этого крутится очень много законов и Талмуда. И в частности Ебун когда-то Ебун был очень важным институтом. Главное же стоит следующее. Когда весь еврейский мир вращался вокруг земли, это времена Торы и как-то ни странно это времена Вавилонского Талмуда. Именно Вавилонского, не Иерусалимского, Вавилонского. Во времена Вавилонского Талмуда 90% евреев занимались сельским хозяйством. Вы можете из Талмуда сделать другие выводы, но просто потому, что ешивы находились в городах, а города в Вавилоне это очень крупные торговые центры обучения. Поэтому может сложиться впечатление, что евреи в Вавилоне жили так же, как и мы, городские жители, и их привычки, это привычки городских жителей. Ответ нет, это не так. Вавилонский Талмуд строится вокруг сельскохозяйственных евреев. Теперь, в тот момент, когда женщина умерла бездетной, у женщины стала вдовой, бездетной вдовой, вопрос, что происходит с участком ее мужа. Вет, он возвращается в его семье. Что с женщиной? Куда уйдет женщина? Она, так как она бездетна, то регулярно в брачных контрактах были оговорки о женской доле в случае, если брак окажется бездетным. женщина, они были серьезно не в пользу женщин. Более того, во многих общинах был развод. Она получает то, что она принесла в дом, но там сильно ограничено то, сколько она получила, если бы у нее был ребенок. По этому поводу ЕБУМ позволяет сделать одну очень простую вещь, что мужчина, который брат покойного, который автоматически вступает в наследство землей, он не менее автоматически берет эту женщину под крыло семьи. По этому поводу ЕБУМ это была очень важная институция, которая позволяла женщине просто сохранить свое положение в обществе и положение в семье. Это было важно и это было правильно, потому что если у нее есть дети, то все будет просто. Она будет опекуном, она, женщины легко наберись опекунами при детях, она будет опекуном при детях, которые будут формально предвижать эту земля и все в порядке. Она при детях и этот кусок земли он как бы остался, она осталась при ней. Без всякого ей ничего не нужно, когда есть дети. Вдове все в порядке. Вот когда их нет, вот здесь начинаются проблемы. Вот здесь начинаются проблемы. Для этого был ябун. Этот ябун, постановление о ябуне, это целиком защита женщин. Вот с ног до головы. Это не потому, что девелю очень хочется взять эту женщину. Ничего подобного. Это женщине это нужно. Поэтому когда-то этот закон, и я согласен с мнением египетской и еменской общины, что митсватор и ебу. Другой разговор, что да, я понимаю, почему в ушкинавском мире, который начиная с девятого и десятого века евреев сельских не осталось в оксе, просто были приняты серия законных христиан, которые собственно лишили евреев возможности работать на земле. Мне очень нравилась в 19 веке попытка вернуть евреев на землю. Вы же согнали и теперь вы же говорите ай-яй-яй. Какие евреи нехорошие и не хотят работать на земле. Вы же сами согнали. То тогда да, с этого момента вопрос о наследовании земельных участков отпал и такая нужда в ебуне тоже отпала. Поэтому да, я понимаю, почему в ушкинавских краях предпочитают хлица. На востоке очень часто евреи продолжали оставаться с сельскими жителями. Я могу вам перечислить, это было в Мароке, это было в Египте, там не было в Турции, это было очень активно. Евреев очень много было сельскохозяйственных работников в Турции. Но я же не говорю про гимен. Поэтому ситуация она вот такая. поэтому почему вам Ебум как-то вы имеете столько против него, не хотите, любая девушка говорит, не хочу Ебум, хочу хлица. Все. И никто не сможет ее заставить сделать Ебум, так не бывает. Так никогда не было. Это невозможно сделать по закону Талбуда насильный Ебум. Это будет чисто изнасилование. Причем еще такой хороший вопрос не уголовный. Кажется, уголовный. Чисто изнасилование. Ну, о чем? Окей. У нас есть еще конкретные вопросы? Я признала возможность изнасилования, уголовного преступления, изнасилования, когда муж насилует жену. Еврейское право признается времен Талмуда. Что нету правила, что ежели мужчина жену, то ему всегда можно. Вообще слово изнасилование применительно при поведении мужа по отношению к жене еврейское право признается времен Талмуда. Поэтому какой насильственный Ебум? О чем? Невозможно абсолютно. Никогда было невозможно. Окей. С Ебум мы более-менее разобрались. Есть еще конкретные вопросы? Да, Натан, вопрос был про Агунот, я про Ебум. Окей, беседа. Про Агунот. С Агунот ситуация выглядит так. С Агунот пытались выйти очень давно. Ничего не вышел. Объясни для непосвященных что такое Агунот. Аганот. Значит, есть две ситуации. Давайте только я сразу скажу. Давайте так. У нас есть как бы две ситуации разные. И то, и другое называется Агунот, но это разные две ситуации. Первая ситуация совершенно чудовищная, с которой очень трудно что-то сделать. Муж пропал без безвести. В этом случае женщина не может получить разводы. И самое поганое, что не существует того, что есть, скажем, в светском законодательстве объявить умершим по причине долгого отсутствия. в еврейском праве эта формула звучит «Если бы был жив, дал бы о себе знать». Сфор идет во времена Талмуда. Можно ли считать мужа покойным при отсутствии определенного срока, заявив, что если бы был жив, дал бы о себе знать? Талмуд решает отрицательно этот вопрос, что нету такого срока давности. это одна тема. Значит, была попытка, последняя известная мне попытка, переделать формулу Кедушин, сделать его условным. Кедушин, возможен условно Кедушин, то есть брак, и в нем прямо в качестве условия поставить, что ежели муж отсутствует столько-то лет, то брак считать прерванным. Никогда не имевшим места, точнее, если вам интересно, не прерванным, а никогда не имевшим места. Ретрактивная отмена брака в этом обсуждении. Обсуждение на протяжении четырех поколений, каждое следующее поколение, последним был ромбан, по-моему, в этом обсуждении. Вы учитываете, я на ходу без подготовки это все вспоминаю, учитывайте, что я могу ошибаться. Каждый следующий писал, что вообще теоретическая такая возможность есть, но так как мои предшественники это очевидное решение не приняли, то я не беру на себя ответственность принять решение это разрешить. Четыре поколения вот таких всюду внизу вот это приписано, что да, теоретически это возможно, на практике так как мои предшественники не решились это ввести, я тоже не решаюсь. И так это и закрепилось. В результате такого решения и агуны, я имею в виду безвести пропавшим мужем, не существует. есть серия решений, которые несколько облегчают ситуацию, это в большинстве своих насколько можно опираться на светские записи в таких случаях. Я не буду сейчас входить в очень длинную, очень сложную тему. Она длинная, сложная, с огромным количеством конкретных случаев, надо разбираться каждый конкретный случай, почему было вынесено то решение, которое это очень специфическая тема, которая публичных лекций не проводит. Кстати, чтобы вы знали, публичных лекций никто не читает, слишком сложно. Эту тему вводится, читают тем, кто будет специализироваться на семейном праве еврейском, для них читают за закрытыми дерьми, потому что там уже очень высокая квалификация, она просто слушатель, ровно потому что слишком высокая квалификация. Это одна проблема. Вторая проблема, это куда более вроде бы простая проблема, муж отказывается дать гет. Это не агуна, это называется масураб гет, это другая свершая тема. в свое время она как раз была решена и ее стало сложно решить только в наше время. Проблема возникла в наше время, это последнее, это лет 300. До этого она легко решалась, потому что есть по этому поводу рамбом, принятый всеми, постановленный на Шульхана на Руф, который гласит следующее, если суд принял решение о разводе, то муж обязан его дать. Это еще времен Талмога правил. Значит, суд пишет Митсвала Гареш, заповедано дать развести, муж должен дать гет. Что делать, если муж не дает гет? Ответ рамбома, принятый всеми, а рамбом берет это не с потолка, он списывает у своих предшественников галлонов этот ответ. Судья берет палку и начинает бить мужа до тех пор, пока он не скажет, я очень хочу дать гет. После этого он дает гет и благополучно уходит. К сожалению, в наше время население очень плохо относится к такому решению вопроса, а именно судья берет палку и долго бьет мужа, пока он добровольно не даст гет. Да, к этому жду добровольно в этой ситуации выучить. Потому что он же кошерный человек, и понимает, что решение судья, он очень хочет выполнить решение суда, в нем Ецархора говорит, что пока из него не выбьют от Ецархора, он... при этом комментаторы к этому месту фрамбами очень милы, которые добавляют, но, если муж умрет, то женщине только лучше, она теперь будет неразведенная вдовой. Такой мрачный комментарий, но, по-моему, они шутят так. Понять, где эти люди шутят, не всегда сразу понятно. да. Но, как-то последние 300 лет мысли о том, что можно поколотить мужика, которого заел Ецархора, его дурное начало, она почему-то людям не нравится. Мне, например, нравится. Значит, хотя я против телесных наказаний, но в данном случае в Израиле с подачи раввинов принята серия законов, где мужчина, который не дает гет, лишается практически, ну, то, что в старом русском праве называется отдается на поток разграбления, лишается всех гражданских прав практически. То есть он не имеет права иметь водительское удостоверение, ему могут закрыть счета в банке. То есть что там только с ним можно не делать, он теряет практически все гражданские права, до тех пор, пока не выдаст грех. По-моему, это правильно, хотя палкой, по-моему, гуманизм. Но это вопрос просто про гуманизм, потому что как бы... Обычно уговаривают, я знаю нескольких людей, которые большие мастера уговорить таких идиотов. не буду показывать пальцем на кого и кто, но одного такого особо упрямого выяснилось, который упорно всегда доказывал, что не даст, его таки уговорили дать, потому что он всех достал и обратились с самого начала тому, кому надо было с самого начала обратиться. там любят рассказывать, как его кто-то уговорил, это неправда, ему сломали левую руку и пообещали прийти сломать правую, если он не даст деться. Да. Знаете, это нехорошо, да, это нехорошо, да, ситуация с Агуном нехороша, ничего лучше того, что я сейчас сказал, я сказать не могу. Это нехорошо. Исправить что-то в рамках еврейского права я не вижу такой возможности. Проблема возникает с человеком, который уехал за границу из Израиля, где нельзя принять эти меры, с рядом стран, особенно американских, именно для этих случаев как-то не странно могут не выдать уголовного преступника, а такому выдадут. В Бразилии был такой договор, я знаю, не помню, что там в Аргентине какие правила. Поверьте, есть методы на них воздействия. Было, по-моему, за последние 30 лет было 4, по-моему, таких скандальных случая. Ну, 4. В большинстве случаев уговариваются. Кстати, для тех, кто не знает, если кто-то думает, что женщина не может испортить мужчину тем же образом с разводом жизнь, то еще как может. Женщина имеет возможность затянуть бракоразводный процесс, неважно, ведется ли он в рабануте, или ведется он в бед, в бед, мишпатвы, иной мишпаха. Поверьте мне, кстати, тот, кто думает, что там лучше, то зря думает. Я-то знаю практику. Там годами дело может лежать. И там если женщина захочет затянуть дело на годы, она сможет. Есть такие способы, и у нее хороший адвокат, ну, в рабануте он называется не адвокат, а туэн, там специальный термин есть. У нее есть хороший туэн, то она может сильно попортить мужику кровь. Так что не думайте, что это совсем не симметричный. Хотя, еще раз, мне кажется, что это плохо. Дальше. Мне кажется, по-моему, всем так кажется. И еще раз, исправить ничего нельзя. Ну, кроме вот этих правильных израильских законов о том, что мужика, который не дает дед, надо лишить всех гражданских прав. Лучше в тюрьму сразу сожили. Зинден. Угу. Я могу сказать, может быть, вам интересно, я могу сказать, где мужчина имеет преимущество. Мужчина имеет преимущество в одном случае, если жена сошла с ума, ей нельзя дать гет, ну, нельзя дать гет. Сумасшедшие не дают гет, и сумасшедшие не пишут гет. Хотя, значит, но женщине еще труднее дать гет сумасшедший, чем сумасшедшему мужчину уговорить дать разрешение на написание гет. то мужчина имеет возможность получить подписи старовинов над разрешением жениться второй раз. Без развода. Это вот там, где у мужчины есть преимущество. Есть такая возможность. Да. Никто не совершил. Дальше. Еще вопрос. А что решение Равинского суда выполняется потом гражданскими властями, в смысле прав, банковских дел там? Оно выполняется полицией. Не гражданскими судами, а полицией. Это полицейская. С этого решения Равинского суда обязаны приводить в исполнение полиции. Вот такой же суд, как. В Израиле такой же суд с такими же правами. Он имеет права, но там они говорили в специальных законах. Я не буду сейчас перечислять по каким вопросам Равинский суд. Имеет возможность сказать полиции, что делать, а каким нет. Это длинный разговор о современном израильском законодательстве. Нет, Равинскому суду не надо обращаться в Советский суд. Он просто сообщает полиции и просит исполнить решение. Полиция начинает исполнять решение. Окей. Ну хорошо, мне кажется, можно сказать так, Мейер отбил технически основные вопросы, которые были. Я со своей стороны могу сказать, что может быть, мы можем, если получится, сделать некоторую серию таких встреч. Мне было удобнее было говорить по конкретным темам. я понимаю. Окей, во-первых, мы постараемся найти конкретные темы. Мне кажется, что вот этот как бы дьюн обсуждения, он открывает некоторую неисчерпаемую тему, которая, в общем, как бы актуальна, которая называется, наша общая знакомая называется модернизация вудаизма. Я бы не спорен так это называть. Но во всяком случае, понятно, что современная жизнь во всех ее аспектах, она ставит очень много вопросов по отношению к Аллахе. Я не говорю об использовании чтения электронных книг, с зажиганием огня и там другие вещи. Но в конкретном... Да. Понятно, что как бы мемсад, я сейчас очень осторожно говорю, понятно, что мемсад, то есть как бы религиозное управление, скажем, оно, естественно, как бы заинтересовано в том, чтобы как можно меньше менять. Как только начинаешь камешки менять, так непонятно куда она покатится. Нет? Мемсад отставать очень сильно от моды. Мемсад всегда боится скоротечной моды. Вот у нас скоротечная очередная мода. Женщина равна мужчине. Равна в каком смысле? Перед законом? Да. Я согласен. Должна быть равна абсолютно. За равный труд женщина должна получить. как тебе сказать скоротечная мы же видим что в Израиле в Израиле к сожалению. Женщина во всем равна мужчине. Не равна. У нас разная физиология у нас разное мышление. Женщина не равна мужчине точнее не является одним и тем же с мужчиной. Но я глубоко убежден в том что женщина должна иметь равные права по отношению перед законом в глазах закона в общественной жизни и так далее. Я с этим глубоко согласен. Сто процентов даже по отношению. Можно сказать что она не хуже она другая но не хуже другая. Да пожалуйста Шифра мы слушаем. А не чти одинаковую ответственность. Сейчас Сережа одну секунду одну секунду Шифру скажет а потом ты слегка слегка. Я хочу спросить а почему что мешает какие физиологические факторы мешают женщине например учить талмуд быть раввином например подниматься к торе и так далее. Что какие хорошие вопросы. Давайте я начну с обратной стороны. Подниматься к торе женщине никто не мешает а именно дозволено это прямой текст Шульхана Руха прямой закон Шульхана Руха который не был принят почти ни в одной общине но при этом он там прописан что женщины имеют право в синагоге образовать собственный мельян читать тору в женском в своем женской части выходить к торе ну и все прочие как читают тору мужчины женщины имеют право отдельно читать тору правило разделения при молитве женщин и мужчин должно сохраняться не потому что женщины хуже скорее надо женщин от мужиков защищать которые да начинают бросаться в них орехами конфетками вместо молитвы строить глаз мужчин надо защищать от женщин потому что они начинают цевести как обезьяны мужчин в женском окружении это да но при этом женщины я знаю кстати пару синагог в Иерусалиме где это там есть причем ортодоксальных общин одна в нахалаоте я точно знаю где есть женский миньян для чтения торы ортодоксальная нет ни консервативная ни реформистская ортодоксальная совершенно никто не помешает пожалуйста договаривайтесь с синагоги если у вас там сильная достаточно лоби которая может на это уговорить и это организовать для себя что важнее чем уговорить проще организовать вначале и поставить перед фактом поверьте мне синагога спокойна только обычно женщины как-то я не знаю почему они как-то спокойно относятся к тому чтобы обойтись без этого не знаю почему не меня спрашивают может ли женщина значит это по поводу чтения тора еще раз я повторяю шулька нарух раби есть это карл 16 век пишет открытым текстом что это да можно 16 век книжка вот истинный текст могу вам подожди ну хорошо нигде в синагогах которые мы знаем радоксальных это не применяется включая маханавинскую синагогу это уже никто не миша пойми это должны организовать женщины себе это не синагога должны им организовать это женщины нет а почему не мужчины если это написано в 16 веке ну ты говоришь написано в 16 веке но почему это не применять да потому еще раз для этого должны собраться женщины это должны для себя решить женщины что они это да хотят они собираются на шоттокотель они собираются и приходят их бьют тапками их выцеляют с полиции секунду секунду я думаю это другая вещь но мир ответит отдельное дело чем занимаются там на шоттокотель почему-то им хочется на мужскую половину вот загадочное явление вот почему это надо устраивать на мужской половине они устраивают на женское извините это мужчины заходят на женскую половину устраивают драки надо еще раз это нужно все организовывать и проводить в исполнение попробуйте начать зачем дело в том что на шоттокотель очень нужно публичный скандал попробуйте организовать вот увидите насколько проще начинать с обратной стороны попробуйте организовать в своей синагоге и вы увидите если вы наберете десять женщин которые это хотят и они скажут там-то читать будем там-то бома у нас будет стоять здесь и поставят перед фактом рабина вы предлагаете в туалете где-то за дверью подпольное в синагоге есть женская половина в чем проблема почему мужская половина публичная а женская должна быть закрытая почему мужская половина точно так же закрыта как и женская туда женщин не допускают точно так же как мужчина женская они равны в этом отношении извините мужчины заходят спокойно берут книжки достают что хотят делают ходят во время молитвы В чем проблема? Вы просто как-то... Нет, я могу технически спросить. Нет, технически спросить. Я пытаюсь провести как бы линию. Я понимаю, что шифра, она как бы не хочет получить объективный ответ. Она хочет некоторую адженду продолжать. Но у меня технический вопрос. Ну хорошо, я все-таки соглашаюсь с тем, что вы шифры, если ты посмотришь, да, на том, как устроена любая эрнодоксальная синагога. А именно, есть махица. Ты правильно говоришь, с точки зрения перехода воды с одной стороны на другой стороны, они адекватны. Но все действие происходит на мужской стороне. Например, можно ли было сделать так, да, чтобы, например, махицу, чтобы сделать, отодвинуть, а чтобы действие происходило посередине. Тогда бы это было выглядело, как некоторое равенство. Ничего подобного. Все это дело когда-то так сложилось. Но никто, еще раз, никто не запретит вам устроить баму на женской половине и устроить точно такое же хождение сторой. Вы долго будете смеяться. Но для этого намного сложнее, чем устроить демонстрацию скандал на кикарха код. Намного сложнее организоваться, сделать как положено. И поставить перед фактом, что мы все сделали. Это намного сложнее проверить, что намного проще скандалить, чем сделать. Это правильно. Ну хорошо, мы даем шифры путевку в жизнь. Шифры будет осуществлять. Я желаю женщинам в этом помогать. Вы меня извините. Это ваше желание. И всех, или женщин, или нет, нет. Я, знаете, придерживаюсь одной очень смешного правила, которое есть в Талмуде. Правило звучит так. Мужчина и женщина, то есть муж и жена, едины плотью. По этому поводу мужчина, как это ни странно, может дать показания в суде о том, что чувствует его жена, но не может дать показания о том, что думает его жена. Потому что он не знает, что думает его жена. О чувствах мы долго жили вместе, более-менее представляем чувства друг друга. Но понять, что думает, я не собираюсь лезть и помогать женщинам, потому что я не знаю, что они думают. Просто не знаю. И не потому, что они... Они просто думают немножко по-другому. Не так, как я. Почему? Как я могу навязывать и пытаться что-то вмешаться в их дела? Не хочу. Мне кажется, это неправильно. Если женщины это организуют, то поверьте мне, и поставьте перед фактом правление синагоги, то есть правление синагоги это съезд. Очень мало женщин почему-то это организовывает. Вот теперь задайтесь вопросом женщин. Проблема в активности женщин. Почему? Вот спросите себя. Вы говорите про то, что женщины и мужчины это одно и то же. Нет, не одно и то же. Почему женщины никак не могут это организовать? Я понимаю, ситуация несимметрична. Пожалуйста, не переинокривайте мои слова. Я не сказала, что это... Это сложнее. Я понимаю. Это сложнее. В Маханаме есть чтение. Послушайте, на Симхат Тора в культурном центре есть чтение. Специально приезжает дочка холмянских, Дора. И она читает Тору. Точно так же, как... Вот для этого должна быть дочка холмянских, которая готова... Правильно. И женщины, которые готовы это делать. Проблема в женщинам... Женщины это не могут делать. Все, что от вас просят. Женщины сделайте. Вы хотите, сделайте. Это несложно. Есть синагоги... Обычно в нормальной старой синагоге хватит Смиток и на мужчинах, и на женщин. Нет проблем, что не хватает Смитов. Окей. Мы привели стрелку на вас. Проблема в женщинах. Женщины должны этим заниматься. И честное слово, если бы они этим серьезно занялись, и действительно серьезно это назаботилось, я вас уверяю, в течение 10 лет они были почти во всех синагогах. 15 потолоков. Я слышал в Гуши Ционе, в Гуши Ционе, по-моему, это Рафрискин, который дал смеху женщине, которая стала первой рыбанит в Гуши Ционе, чем это было сделано без шума, крика и все прочее. Она пользуется, молодая женщина, она пользуется уважением своей к Илье. И они как бы посчитали правильно, чтобы их к Илье. Она была в качестве Равина. Равин, это, извините, он таинство не проводит Равин. Это вам не христианство. Таинство не проводит. Это существо, нанятое общиной, которое мы считаем, что он знает то, все там, есть список, чего он должен знать. Женщина может это знать. И если она достаточно авторитетна и умеет правильно все это еще и преподать, то кто же запретить это нацу? Теперь, почему женщины и изучение Талмуд? Я же говорю, есть, вот теперь давайте тоньше немножко. Есть женщины, способные изучать Талмуд. Не каждая, и даже не большинство. И дело не в способностях. У женщин мышление заточено немножко не так, как у мужчин. Устроено не так. Почему, не знаю. Я не берусь судить о таких сложных материях. Но проверено, что женщины, опять, не все. Женщины разные бывают. И давайте я сформулирую так. Есть несколько книг на свете, написанных женщин, которые изменили мои представления о мире. Одна книга о Раве Сааде Гаона, но я не буду сейчас перечислять на еврейские тексты. Но женщине в большинстве, мой опыт просто в данном случае, дело не в том, что умнее мужчины или глупее. Женщины куда более практичны. И теоретические рассуждения о корове Хамахлифа, парабахам, человек, который, ну, закон Талмуда, о том, как проходит мена коровы на осла. Женщина как-то, ей кажется, что это довольно непрактичное дело и неинтересно это вдруг становится. Мужчины спокойно относятся вот к таким теоретическим построениям. Как бы им привычно это. Они спокойно изучают чисто теоретические вещи. И я не хочу сказать, что все женщины одинаковые. Есть женщины, которые великолепно с этим работают. Но их намного меньше, чем, ну, такой же процент среди мужчин, тоже не все способны изучить того. Я сразу, кстати, оговорюсь. Но процент другой совершенно у женщин. Женщины практичны. Это не попытка сказать про них гадость. Это не попытка. Это просто факт на местности. Может быть, это даже лучше, потому что, когда муж обдумывает, можно ли черта присоединить к Миньяну, это, конечно, очень интересная тема, но, боюсь, не совсем актуальная и не совсем практичная. Я могу вам показать респонсы на эту тему. Женщина ухмыльнется и скажет, давайте лучше обсудим что-нибудь более, имеющее больше практическости. Именно потому, что изучение Талмуда как такового, как Ури с вами, кстати, Талмуд как такового, без выхода на практическую плоскость прямого, для женщины менее естественно, менее привлекательно, давайте еще лучше скажем, то в результате, да, женщин, изучающих Талмуд, меньше, чем мужчин. И это факт на местности, с которым, по-моему, деться некуда. Ну, я уже не обсуждаю то, что при всей равенстве современной мужчины и женщины все равно женщине домашних дел достается намного больше, чем мужчина, у нее просто меньше времени. Это может быть и нехорошо, но это факт на местности. Да и дети как-то обычно предпочитают по всем проблемам бежать к маме, а не к папе. И не потому, что папа хуже, а мама лучше, а потому, что так устроен этот мир. Потому что так устроен этот мир. Можно я скажу твое слово? Я много лет жила в Америке, больше 20 лет. И ходила там по разным синагогам. То есть, ну, может быть, четверть синагог, в которых женщины руководят. Равинами, канторами работают. Наверное, они не ортодоксальные синагоги. Не ортодоксальные. Сколько угодно. Сколько угодно. Хорошо и замечательно получается. Скорее, массовик-затейник. И почему женщине не занимать эту должность? Нет, ну почему массовик-затейник? В Седоне были в потрясающей синагоге. Она такой емки-пур устроила, просто все сдвиняло вокруг. Массовик-затейник. Ну, я не знаю. Это субъективный взгляд. Или ей не понравилось. Ну, не знаю. Мне не понравилось. Чувствую энергию. Окей. Я пытаюсь сказать некоторое действительно очень простое вещь. Почему нет? Проблема в том, что не надо спорить с тем, что там. Скажем, ну, все помнят эту самую. Друг Нахамулейбович. По ее книгам изучает Тору куча мужчин. Потому что это Нахамулейбович. Не потому, что она женщина, не потому, что она мужчина. Потому что это Нахамулейбович. Есть женщина, которая к таким вещам способна. Более того, эти истории, вот одна из первых книг, знаете, вот жанр развлекательного романа на Идыш. Он ведь очень старый. На Идыш первое, что было переведено, это был сборник сказок, который назывался «Бовенайсес». «Сказки королевича Бавы» на русском языке, если это сказать. Но отсюда выйдешь и поговорка «Бовенайсес». Почему-то куча народа думает, что это бабушкины сказки. Нет, это книжка, вот первая Идышевская книжка развлекательная, «Бовенайсес». Это королевич Бава. Вторая книжка, одна из старых книжек была, как это ни странно, называлась «Сарми Куси». Вообще правильно, «Сарми Куси». «Куси» – это город во Франции с большой еврейской общиной. Там, вот в этой книжке, а это, я помню, 16 или 17 век, на Идыши. Там как раз история про девушку, которая преподавала Талмуд из-за занавески. Она там одна из линий этой книжки. Замечу, эта книжка такая, для общего чтения. Она, кстати, на русский язык переведен, только она не «Сар Искуси», переведена не «Князь Искуси», а «Князь Искущий», по-моему, она переведена почему-то. Там неудачный перевод на русский, кстати, книжки сделаны. Она наивная очень, учтите, что книжка очень наивная. Но такая развлекательная книжка, очень старая. Значит, то, что такие вещи случались, то, что во главе больших общин, типа Донна Грация, стояла испанская такая знаменитая женщина. То, что такое бывает. Обратите внимание, что то, что такое бывает, никто не пытается спрятать. Другой разговор, что насколько часто. Это такой интересный-интересный вопрос. Поймите, годы обучения... Я знаю, как учат в реформаторских этих самых заведениях. Если обучать серьезно, годы обучения тому, чему большинство женщин не лежит душа. Нет, женщины лучше, чем мужчины, способны обучаться предметам, которым неинтересны. Это проверено всем мировым высшим образованием. Девочки лучше, чем мальчики, могут учить то, чего им неинтересно. Но пожалеем женщин, потому что есть много на свете куда более интересного занятия. Я не пытаюсь сказать, что, еще раз, сказать, что женщины не способны, невозможно. Это неправда, это легко опровергается. Но сказать, что это должно быть базовым занятием женщин, я не уверен. Я не уверен, что это правильно. Окей. Мейер, мы должны закругляться, потому что у нас сейчас будет занятие по псалмам. Правильно? Давайте сделаем так. По-моему, по-моему, это было конструктивно, скажем так. Я его сходу могу предложить. Это финансовые отношения в семье Галаха и Талмуд. Очень хорошо. Давайте обсудим это в нашем чате. Обсудим это. Только заранее дайте мне, чтобы у меня было возможность. Нет проблем. Нет проблем. Я очень надеюсь, что наша дискуссия, которая ведется на русском языке, очень может быть, что это очень будет полезно, вообще говоря, для других аудиторий, например, ивридоязычных тоже. И с точки зрения людей, которые больше в традиции, которые меньше в традиции, потому что знание и понимание, по-видимому, все-таки никому не помешает. Окей? Для того, чтобы лучше понять позиции тех и других. Ну, хорошо. Мы на этом заканчиваем. Натан, можно одно слово сказать? Конечно, Люба. Да, конечно. У меня просто большая личная просьба. Эти очень важные вопросы, если можно, не обсуждать на занятиях Гершовича, которые про другое. А на других замечательных занятиях. Да-да-да, конечно. Просто получается каша. Да-да-да, сто процентов. Это был триггер. Это о разных вещах. И сто процентов говоришь, технически это началось там. Мы обсуждение пересем в наш общий чат, который называется «Современная еврейская философия». Да, это некоторое общее название, потому что действительно продолжает это даже некорректно. Ирена, извините, я прочел, наконец, ваше сообщение. Это не шовинистические штампы. То, что женщины способны заниматься квантовой химией, квантовой ханикой. Только Эмми Нотер, у меня математическое образование, уж как-нибудь Эмми Нотер и Ладженскую я знаю. И то, что женщины к этому способны, да, способны. Вот, поверьте мне, сказать, что женщины к чему-то не способны, я этого не утверждал никогда. Что есть женщины, которым это интересно. Да, мы тебя отмыли. От этого обвинения мы тебя отмыли. Окей. Примеров я сходу смогу. Нет, вы сказали, что это, что женщины не способны очень теоретично изучать про быка. Так вот, я считаю, что быка это менее интересно. Что есть женщины, которым это интересно. Это не интересно, это нелогично. Это нелогично. Мы не можем больше. Мы залеждаем на другой урок. Давайте отложим это обсуждение. Давайте отложим на следующий раз. Мне кажется, было потрясающе. Огромное спасибо Мейеру. Огромное спасибо Шифре, которая нас подвинула на это занятие. С вашей помощью будем продолжать дальше. Окей. Спасибо большое Натану. А, да, ну я принимаю, да, окей. И, конечно, Мейеру, и, конечно, Мейеру, да. Спасибо большое. Окей, будем продолжать. Я выключаю эту запись.